Это полугодие работники потребительской сферы называют судьбоносным. Работа во время Олимпиады определила уровень местных специалистов и оказался он достаточно высоким. Сами представители торговли отмечают, большую роль сыграла работа, организованная мэрией по повышению квалификации сотрудников. Все эти годы мы работали по новым для нас стандартам. Нам было очень интересно. Мы прошли много этапов как теоретической подготовки, ну и, конечно же, практической. И финалом всему была, конечно же, Олимпиада. Это прекрасное время, прекрасные возможности были для нас, для наших сотрудников показать, проявить себя как настоящих профессионалов, которых не зря учили. Отмечают предприниматели и кардинальные изменения в потребительской сфере и считают, что все нововведения идут курорту только на пользу. В связи с тем, что была шикарная подготовка к Олимпийским играм, сделали замечательные дороги, это нам очень облегчило передвижение нашего транспорта по городу, доставка стала более активной. Нас это очень устраивает и нас это радует. Заданный темп сбавлять не планируют, тем более сейчас, когда отрасль вошла в сезон жесткой конкуренции с курортами Черноморского побережья. Останавливаться ни в коем случае нельзя. Перед отраслью очень много задач. Это и модернизация, реконструкция объектов показа, это работа над своими коллективами. Ведь сама сфера гостеприимства, сам сервис, он зависит от того, какой коллектив работает в предприятии. Задач очень много. Ну что хотелось бы сказать, что мы подводим предварительные итоги первого полугодия и отрасль с поставленными задачами в первом полугодии справилась. Отрасль торговли – основной флагман развития курорта, считает глава города Анатолий Пахомов. Отметил мэр и значительный вклад потребительской сферы в консолидированный бюджет края. По налоговым поступлениям Сочи уступает лишь столице региона – Краснодару. Торговля нашего города проделала большой путь. От мелких, приквартальных магазинов до сетевых гипермаркетов и молоков. От стихийных ярмарок до цивилизованных объектов. И это наша с вами заслуга. И я думаю, что шагать назад нам не представляется возможным. Мы помним торговую галерею фактических палаточных городов. То, что было возле универмага. Конечно, это рабочие места. Но очень правильно сказал глава города Анатолий Пахомов. Время идет вперед и время меняет, она диктует. Ваш профессионализм, желание учиться и сделать более конкурентоспособным ваше предприятие приведет к успеху. Работникам торговли еще представится возможность проявить себя. Уже в сентябре город принимает участников инвестиционного форума. Затем «Формула-1». В 2015-м на курорте пройдет международный авиасалон. В 2016-м – хоровые игры. Уже пора планировать свою работу, отмечает глава города, чтобы гости курорта увиделись. Сочи – самый гостеприимный город.